В администрации состоялось заседание районной антитеррористической комиссии. В повестке дня было рассмотрено два основных вопроса – обеспечение общественной и антитеррористической безопасности в День знаний и в Единый день голосования. В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, а это значит, все торжественные линейки, посвященные празднику первого звонка, пройдут 2 сентября. В Славянском районе они начнутся в 8 часов утра. В большинстве школ города и сельских поселений линейки пройдут для всех классов. Поскольку особых ограничительных мер не введено. Но вот количество родителей, которые будут допущены на праздник, каждая школа будет определять самостоятельно. Это связано с необходимостью усиления мер по антитеррористической безопасности. После проведения линейок по рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации у нас будет проведен всероссийский культурный безопасности по подготовке учащихся к действиям в условиях ЧАЭС и мероприятиях в рамках Дня солидарности в области терроризма. Этот день у нас, второе число, дает старт месячника профилактических мероприятий, безопасное убавление, тоже запланирован комплекс мероприятий в течение всего месяца. Российский урок безопасности будет проведен классными руководителями и преподавателями нового предмета основы безопасности и защиты Родины. Ну, в будущем, в БЖА еще назывался. С целью недопущения возникновения террористических актов или других чрезвычайных ситуаций, 2 сентября в каждом образовательном учреждении будут дежурить полицейские и казаки. А за неделю до начала учебного года все сотрудники школ примут участие во всероссийских антитеррористических учениях. На практике будут отработаны все действия персонала в случае возникновения ЧАЭС. Создан у нас действует оперативный штаб по подготовке учений на территорию муниципального образования Славянский район. Все цели и задачи определены, время обозначено. В учении у нас подразумевается участие в качестве экспертов, соответственно, сотрудников и ООВД, и Росгвардии, и МЧС. В связи с этим мы буквально послезавтра проведем внутреннее совещание, на котором определим уже те образовательные организации, в которых дадут в качестве эксперта выступать. Роль эксперта – это определить, правильно ли неправильно выполняются сотрудники, те навыки, которые в алгоритме прописаны. Если есть замечания, то тогда все заново отыгрывается и делаем повторную учению. Еще одно значимое событие, которое пройдет в начале сентября и требующее принятия максимальных мер безопасности – это выборы. Пройдут они 7 и 8 сентября. В Славинском районе будут выбирать глав 4 сельских поселений. В Голубой Ниве состоятся досрочные выборы руководителя местной администрации. А в Прикубанском, Прибрежном и Черноярковском сельских поселениях истек срок полномочий главы. Также во всех 15 поселениях муниципалитета состоятся выборы депутатов в местные советы. 1 августа в территориальной избирательной комиссии «Славинская» завершилась регистрация кандидатов. На должность глав поселений документы приняты от 12 человек. В Советы депутатов зарегистрировано 444 кандидата. На выборах будет оборудована 67 избирательных участков, на которых будет задействовано 820 членов участковой избирательной комиссии. У них расположены 34 помещения – это образовательные учреждения, 21 помещение – культура и 12 – это административные здания. Все избирательные участки обследованы полицией МЧС Росглавной, территориальной избирательной комиссии с участием представителей участковых комиссий и представителей администрации. Участки у нас там же, где и были, мы проводили выборы президента Российской Федерации, ничего адреса не меняли на прежнем месте. С целью обеспечения антитеррористической и общественной безопасности накануне выборов все избирательные участки будут обследованы кинологами «Собака», после чего сотрудники МВД заступят на круглосуточное дежурство на участке. Также к охране общественного порядка будут привлечены сотрудники ЧОПов и казаки. С целью недопущения фальсификации результатов голосования или провокации в течение двух суток на участках будет вестись видеозапись всего происходящего. Глава района Роман Сенеговский, подводя итоги заседания, подчеркнул, что несмотря на многолетнюю слаженность во взаимодействии всех ответственных структур, как при проведении школьных праздников, так и при проведении общественно значимых мероприятий, таких как выборы, всегда нужно быть готовыми к возникновению внештатных ситуаций. Чтобы их не допустить, каждая инструкция должна быть продумана до мельчайших деталей, отработаны альтернативные сценарии взаимодействия. Одним словом, должно быть сделано все, чтобы первый учебный день и день голосования прошли празднично и без происшествий. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Анна Монастырка.